Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Павел Сергеевич Нагоров, главный научный сотрудник НИИ психологии. Здравствуйте, Павел Сергеевич. Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях работы НИИ психологии. Во-первых, у нас институт называется «Рязанские НИИ психологии и образования». То есть мы занимаемся в основном образовательными вещами, но на базе не столько психологии, сколько нейрофизиологии. Нейрофизиология – это как раз как работает мозг, как работает вся нервная система. И отталкиваясь от этого, прежде всего, наша задача – это исследовать вопросы нейрофизиологические. Мы сами исследуем, пользуемся материалами, опубликованными в открытой печати, и применяем эти методы в образовательном процессе. Благодаря этому мы разработали ряд технологий. Первое – это технология, самое, что было у нас мощное – это развитие, интеллектуальное развитие человека, базирующиеся на том, что развивается мышление, память тренируется и управляемость вниманием. Второе направление, исходя из этого, мы начали заниматься с маленькими детьми, подготовка к школе, их общее развитие и коррекционными занятиями уже с более старшими детьми. Следующее направление у нас появилось – это изучение иностранных языков. Я думаю, что в мире такого вообще нет. Сколько ни исследовалось, эти способы изучения иностранных языков я нигде не нашел. Такие быстрые методы, как у нас, изучение. При этом наша программа буквально год назад обновилась полностью. И вот эта технология позволяет буквально в считанные дни изучить язык, научиться говорить на бытовые темы и в течение месяца научиться практически свободно. Он разговаривает при достаточной интенсивности. Если снизить интенсивность, ну, в течение двух месяцев практически в совершенстве узнать язык. Ну, конечно, когда впервые слышишь о том, что в такие короткие сроки можно изучить иностранный язык, ну, нам становится странно, что так быстро. Вот благодаря чему это становится возможным? Есть нейрофазиологические законы работы памяти. И для каждого человека, вот искусство преподавателя, которое у нас преподает, это искусство преподавателя, это найти формулу работы памяти и формулу повторов. И когда человеку находит вот этот подход, находит эту формулу, очень быстро он начинает изучать язык. Ну, допустим, знание языка – это условно-рефлекторная реакция, в принципе. Потому что показывает на какой-нибудь объект, называет слово. Да, показывает что-то, какое-то действие, называет слово, предложение, глагол какой-то. Так вот, у животных навык вырабатывается, у собачек, допустим, у собачек, у кошек, у обезьян, у собачек, вырабатывается с шести предъявлений. У человека это не получается. Не получается прежде всего потому, что его сознание мешает, оно отвлекается. А мы сделали так, что сознание как раз здесь в данном случае у нас не мешает, а подключается. Но и всё равно количество повторов надо где-то около 20-30 повторов сделать, для того, чтобы это уложилось всё в кору головного мозга. Вот и всё. Найти схему вот этих повторов, через какой период повторять, в каком количестве повторять для данного конкретного человека – это и есть особенности нашей технологии. Мы привыкли к тому, что можем сказать, что, допустим, вот этот человек, у него есть способности к языкам. По сути, получается, что мы все способны, главное, найти только своего рода ключ, который в вашем НИИ находят преподаватели. Ну, в принципе, да. Есть люди с очень хорошей памятью, превосходной памятью, они запоминают практически всё. Мы встречались с некоторыми таких людей. Но всё равно они иностранный язык изучают плохо, потому что, опять-таки, не нашлась вот эта формула именно для данного человека. Потому что всё-таки это не просто запоминание чего-либо, а это именно наработка навыков, как мыслительный навык, потому что мыслительный навык, мы разговариваем на одном языке, иностранный язык, там мыслительный навык немножко другой. Формулирование предложений по другой схеме идёт. Изменение слов тоже идёт немножко по другой схеме. Построение предложений, умение точно выразить свою мысль – это как раз есть определённые навыки. Вы сказали, что основной уклон у Вас идёт на английский язык. А какие языки ещё преподают Ваши мнения? Английский и немецкий мы преподаем в данном случае. А остальные были у нас китайский язык, испанский язык, итальянский языки. Но эти преподаватели от нас ушли, потому что зарабатывать деньги им нужно, и они занимаются в основном репетиторством. Где-то, может, кто-то организовал свои центры уже в нашей Рязани. Но, к сожалению, плохо то, что они взяли верхушки и, видимо, не поняли основной принцип. А тем более, я уже сказал, что за год мы изменили программу, и она стала более эффективнее. Приблизительно раза в полтора, может быть, даже в два. Скажите, а занятие, обучение, оно проводится индивидуально или Вы набираете группы? Мы можем проводить как индивидуально, так и групповые. Сложность групповых занятий в том, что заключается, что надо подобрать людей, одинаково знающих язык. Поэтому достаточно сделать трудно. И если кто-то будет ждать, пока его кто-то догонит, это неэффективно. Это лишняя трата времени. Но мы проводили групповые занятия, достаточно эффективно они прошли. Корпоратив был. Двое мужчин и два молодых человека занимались. То есть, родители с детьми были. Достаточно эффективно, но все равно результат ниже был. Потому что все-таки трата времени уходит. Ребята-то выскочили. Получилось у них, тем более, они чуть-чуть знали больше. А мужчины, они отстали. На сегодняшний день родители озабочены подготовкой детей к школе, ранним развитием детей. Я так понимаю, что с этими вопросами также можно обращаться в ваши НИИ. Вот с какого возраста к вам можно приводить детей? По каким методикам с ними работают? У нас есть как индивидуальные занятия, так и детский центр, он называется Пушкинский. Где содержание детей на полном пансионе будет, говорит, на целый день. Вече с послеобеденным отдыхом. И там проводятся плановые занятия по всем направлениям. Ну, что сказать, что все наши выпускники этого детского центра, которые пошли в школу, все в разных школах, они все держатся на первых местах. То есть у них везде лучший показатель во всех школах, где бы они не занимались. Ну, например, они же приходят в школу, в основном читают не менее 60 слов в минуту, а то и 100-120 слов. То есть им в начальной школе знают таблицу умножения уже, плюс-минус до 1000 письменно и до 100 ауста. Поэтому в школе им, может быть, и надо заниматься, но много свободного времени, и они дополнительно ходят еще к нам на занятия. Это в детском центре, это групповые там занятия, они расписаны по плану, начинаются с 1 сентября и заканчиваются в мае месяц. С какого возраста туда дети ходят? С двух с половиной лет можно ходить. Уже два с половиной, даже те дети, которые не говорят, учатся там говорить, там обучают говорить, читать, сразу считают. Это первое направление. Второе направление – это коррекция. Тут дети, которые учатся и отстают по программе в школе. Беда в том, что школа не знает техникологии, которые мы знаем. И следующее направление – это старшеклассники, которые хотят не только поднять свой интеллектуальный уровень, но и выйти на большие высоты. Например, у меня занимается на данный момент индивидуальная девочка, всего лишь только 14 лет. Она читает 500 слов в минуту, естественно, про себя, абзацами, абзац смотрит, несколько секунд. 500 слов в минуту читает. Коэффициент в своем у нее 0,9, то есть 90%. С такой скоростью человек запоминает почти 90%, при том в детали. Вы говорите, что в вашем НИИ можно из двоечника сделать отличника. А при этом имеет значение, сам ребенок или подросток хочет этого или нет. Ведь иногда родители против воли детей пытаются каким-то образом поднять их образовательный уровень. Если родители хотят, мы сделаем. Даже если не хочет ребенок. Ребенок он не захочет, но он заставит. Или заставит, или он захочет. Но, как правило, дети, они понимают, что это им надо. Естественно, есть очень ленивые, которые понимают, что надо, но им лень себя заставить. Поэтому есть разные способы, будем говорить, принуждения. И не люблю это слово заинтересованность, увлечение. Увлечь человека. Разные способы есть. В том числе и жесткий контроль по выполнению домашних заданий. Есть, конечно, очень тяжелые дети. Но это вопрос времени. Развитие их способностей, может быть, не представляет труд определенный. Но он всегда достигает цели. Для того, чтобы повышать эффективность той работы, которая у вас происходит, у вас же наверняка проводятся какие-то научные исследования, постоянная исследовательская работа. Ведется? Раньше мы даже печатали статьи в журналах, в ВАКовских журналах. Сейчас этот вопрос несколько угас. Потому что все то новое в области нейрофизиологии мы как бы исчерпали. А теперь мы ищем только подходы, как те или иные законы в области нейрофизиологии применить для человека. То есть это такая техническая больше работа на смекалку. Получится, не получится, получится, не получится. Вроде вот так надо сделать. Люди разные. Ко всем нужны разные подходы. И вот тонкости работы уже преподавателя. Это уже я не считаю научной деятельностью, я считаю это больше искусством. Искусством найти подход и применить те правила, законы, что ли, для данного человека, это вот просто искусство уже. Я думаю, что та информация, которая сегодня прозвучала в эфире, заинтересует многих. Скажите, пожалуйста, где находятся ваши НИИ, как вас можно найти и попасть на интересующие занятия? Мы долгое время находились на улице Полевой. Вы, наверное, знаете, да? Сейчас мы переехали на Пушкино. И у нас на улице Пушкино у нас три объекта есть. Центр языковой подготовки, само руководство НИИ и детский центр Пушкинский. Так он называется на улице Пушкино. Руководство находится, руководство, и там кое-какие занятия проходят, в том числе групповые, со взрослыми. А он находится на Пушкино-14. Ну, я думаю, что все ваши контакты можно также найти в интернете. Все они в интернете есть, если кто-то даже заблудится, может позвонить по телефону, конечно, в третьем проводим. Потому что дом 14, он очень большой, это полквартала занимает один дом. И входы там с четырех сторон. Ну, я могу сказать, что там вход со стороны Татарского переводка. Павел Сергеевич, большое спасибо, что вы сегодня нашли время прийти к нам в студию. Спасибо большое за ту информацию, которую вы с нами поделились. Мы желаем вам успехов в вашей работе и побольше людей, которые бы к вам приходили за результатом. Вам большое спасибо, что вы заинтересовались нами. Большое спасибо, потому что я считаю, что это очень важно, когда люди знают, что есть у них возможности к саморазвитию. Действительно важно. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем нашим телезрителям всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках.